О главных событиях последних дней расскажем в программе «Неделя в городе». Здравствуйте! Есть идеи, но нет средств на их реализацию? Тогда вам в точку! Это ежегодный молодежный форум. Его организаторы – Центр «Современник», а участники – инициативная молодежь Губкинского. Видно, что молодежь очень активная, талантливая, им все интересно, они все впитывают и стараются максимально взять все то, что дают наши приглашенные спикеры. Конечно, такие истории надо как больше и чаще повторять, потому что надо вкладывать сейчас в нашу молодежь, чтобы получить результат завтра. Вот эти два дня, которые мы здесь проводим, они проходят здорово, насыщенно, весело. И я уверена, что этот год не будет исключением, потому что организаторы, они, когда программу готовят, они в первую очередь не думают о себе, о своем удобстве, а все-таки идут за вашими запросами. Спикеров четыре по количеству площадок. У нас есть целых четыре площадки. Точка опоры – для тех, кто заботится о своем ментальном здоровье. Точка доступа – привет всем гейм-дизайнерам и разработчикам игр. Точка отсчета – нынешним и будущим бизнесменам сюда. И точка зрения – для тех, кому слова «блог», «репост» и «фолловер» откликаются теплотой в сердечке. Я рассказывал о том, что такое гейм-дизайн, как происходит процесс гейм-дизайна. Мы рассмотрели основные понятия, которыми оперирует гейм-дизайнер. Мы получились также креативно мыслить, создавать идеи. И вторая часть посвящена инструментарию гейм-дизайнера, что он использует в работе. Если это, допустим, гейм-дизайнер, который работает в компании, у него одни инструменты. И в целом схожий инструмент у этого гейм-дизайнера, если он работает в одиночку. Будь то графические редакторы, чтобы рисовать какие-то схемы, эскизы, или даже рисовать графику. Это 3D-моделирование для примерно тех же целей. Дизайн-документация, да, то есть Excel-таблица банальная, но это на самом деле мощный инструмент очень. Также, ну, просто вордовские документы, ну, не вордовские, там, вонлайн документы, гугл-документы. Также гейм-дизайнер пишет много документаций, дизайн-документации, технических заданий для программистов, художников. Поэтому этому тоже надо научиться. Очень интересно, очень познавательно и очень крутой спикер. Мне все нравится. На первой лекции обсудили типы вообще людей в социальных сетях, кто там работает, кто получает деньги. Это активные пользователи, которые не получают денег, а просто сидят в социальных сетях, это мы все с вами. Это блогеры, которые нацелены на личный бренд. Это СММ-специалисты, которые продвигают услуги какого-либо бренда, либо какой-то организации. Сейчас у нас с ребятами проходит активный такой, знаете, нетворкинг, где мы обсуждаем такие актуальные вопросы. Ребята задают мне вопросы по теме СММ, я им отвечаю, у нас сейчас происходит такое общение. Еще расскажу о возможностях, которые можно получить в социальных сетях, не только для заработка денег, но и какой-либо помощи. СММ это профессия будущего. В любом случае должен кто-то ввести в соцсети больших корпораций, больших брендов, чтобы просто поддерживалась конкуренция и создалась реклама. Это невероятный форум, вот от чистого сердца. Потому что вы организовали очень добрые, заботящиеся люди. И я восторг. Самое главное, это вы участники. И я верю, что за вами целая страна. Два насыщенных дня, почти 200 участников, 18 проектов и три победителя. Грант в сумме 80 тысяч рублей вручается проекту «Ночной автоквест Пушкин» автор Ярошук Юлия. Кузькин и друзья! Ерманович, Анастасия, Коева, Анна! Отовсюду, отовсюду, вот вы слышите. Молодцы! Молодцы! Давайте все вместе! Молодцы! Вручается на реализацию проекту «Инклюзивная театральная студия» Васильевой любой полицейской области. Рассказали мне про победителей на форуме четырех проектов. И, конечно, они все очень интересны, очень социально значимы для нашего города. И уверен, что вы все будете поддерживать аплодисментами. И то решение, которое приняли жюри, абсолютно правильно. Будьте дерзкими, смелыми. У вас обязательно все получится. Вы большие молодцы! Губкинская молодежь – самое лучшее! О молодежном форуме рассказали и коллеги «Губкинской недели». Фоторепортаж можно посмотреть на 12-й странице газеты. Также в свежем выпуске о рабочем визите первого заместителя председателя ЗАГС «Собрания Ямала» секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Алексея Ситникова в Губкинске. В ходе рабочей поездки он встретился с главой города Андреем Гараниным, посетил молодежный форум, наградил чемпионов регионального турнира по самбо и провел прием граждан. Но обо всем по порядку. Один из вопросов, с которым обратились губкинцы главному окружному единороссу, очень необычный – посодействовать в участии в поисковой экспедиции студентки питерского вуза. Просьбу озвучили родители девушки. Очень хочет, очень желает. В принципе, там как бы не против, но необходимо подготовить документы, что она не будет прогуливать этот период, потому что учебный процесс в любом случае идет. Очень приятно, что у нас замечательная молодежь. У нас замечательная молодежь, и она вот в самом хорошем смысле слово «другая» отличается, вот то есть сопредельной, скажем, территории молодежи. И нам есть чем гордиться. Поэтому сделаем все для того, чтобы помочь ребенку. Говорит о том, что, значит, наше воспитание, воспитание наших детей, которые мы даем в нашем городе, совместно с молодежной политикой, это идет в правильном управлении, в правильном русле. Особенно с учетом того, что сейчас происходит, какие события происходят против нашей страны, и, конечно, будем эти вещи все поддерживать. Просьба точно не останется без внимания. Желания и идеи губкинских ребят всегда находят отклик, в том числе и на федеральном уровне. Взять, к примеру, Никольский сквер. Благоустроить его предложили школьники. Проект разрабатывали вместе со взрослыми. И вот там уже вовсю кипит работа. Ребята реально вникнули в этот проект. Положив всю душу, мы выиграли федеральный проект, и нам дали деньги благодаря этому. Как раз благодаря вам. Вы почему удивляетесь, что строится вот это благодаря вам и строится? Потому что деньги пришли благодаря вам. Летом установят удобные скамейки, появятся новые прогулочные зоны, а также озеро с набережной, беговые и велосипедные дорожки. В северной части установят перголу и теплый туалет с комнатой для матери и ребенка. А еще у Никольского сквера будет свой собственный бренд, рассказали гости губкинского Алексею Ситникову. Я вот шел и думал, вот когда живет город, когда в нем молодежь хочет развиваться и участвовать в развитии своего города. В очередной раз меня сегодня удивили. У меня, правда, прекрасное настроение, потому что такой позитив от ребят идет. У них глаза горят. И то, что они с самого начала собрали этот проект вот по сегментикам, сложили воедино, абсолютно при их участии он разрабатывался, сделали свои такие вот фишечки, там, как упаковочка фирменная и прочее, что позволила победить в федеральном проекте. И сегодня, когда этот проект будет реализован, вот каждый из них, из участников, будет говорить, это делал я. Все работы по обновлению Никольского сквера планируют завершить уже этой осенью. Посетил Алексей Ситников из самбистов, напомню, в Губкинском прошли окружные соревнования по этому виду спорта. В спорткомплексе «Арктика» встретилось порядка 80 борцов из Ноябрьска-Нового Уренгоя, Губкинского, Таркасале, Муравленка и Тазовского района. Это тот вид спорта, который делает вас слушательными, сильными, надежными, защитниками своих близких и своих стран. Развивайтесь, растите, занимайтесь замечательной видой спорта самбо. Удачи вам и новых побед! Секция самбо в Губкинском развивается уже три года. Времени для достойных результатов достаточно, отмечают спортсмены. Результат у нас довольно-таки неплохой. Стараемся с каждым разом, мы повышаем уровень. Тренируем, еще раз повторюсь, мы не так давно, но уже догоняем такие города и даже во некоторых соревнованиях перегоняем, как у нас и у Уренго, и у Муравленка. Поэтому мы уже конкурентоспособны в нашем регионе. Будем, надеюсь, дальше также мы будем уже и в дальнейших других регионах страны доказывать это. Самбо – система борьбы, известная своей динамикой. Подсечки, броски и множество других приемов делают каждый поединок непохожим на предыдущий. Все, правый бок, пошел у вас круточка. Да, 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 до конца, до конца, до конца, беги, беги, беги. Закрылся. По итогам состязаний четыре губкинских самбиста заняли первые места в своих весовых категориях. В командном зачете тоже победили хозяева соревнований – 54 балла и первое место за губкинским. На втором – спортсмены из Муравленка. У них 45 баллов. Замкнул тройку призеров поселок Тазовский с результатом 32 балла. Дорогие друзья, мы все очень хорошо выступили, очень хорошо готовились. Конечно, победил все вещи. Я тем, кто сегодня не занял, присоединился в местах, сказать, чтобы не расстраиваться. Ведь самбо – это такой серьезный спорт, где иногда нужно проиграть, чтобы в дальнейшем выигрывать. Желаю всем спортивным удачей и дальнейшим просто в спортивном направлении. Все большие молодцы и заслуживайте вот эти полные смены. Своего рода подарком юным самбистам Ямала стал мастер-класс от заслуженного мастера спорта России по самбо Дмитрия Лебедева. Первый раз я на Ямале в Губкинском. Очень все понравилось. Отличный спортсооружение, отлично прошла организация соревнований. Ну и люди действительно заинтересованы спортом. И хорошая спортивная атмосфера, то, что радует здесь на Севере, на Ямале. Был, конечно, приятно удивлен. И мне это нравится, что здесь действительно хотят заниматься спортом, хотят поддерживать спорт. Это очень хорошо. Взяли ножку. Не надо сразу же спину все ломать. Вы не греко-римцы, понимаете? Вы не умеете тащить. Встаньте на одну ногу. На левую, например, на правую. И короткое резкое движение. Раскрыли его. На своем мастер-классе Дмитрий показал перевороты на удержание и другие фишки, которые не раз выручали его на различных соревнованиях. На тренировке чемпион России поделился секретами выполнения своих коронных захватов и подсечек. Все они обязательно пригодятся юным спортсменам. Цели мастер-класса от чемпиона России – передать начинающим спортсменам многолетний опыт и секреты техники борьбы. И замотивировать молодых борцов достигать высоких результатов на соревнованиях. Цифра недели 300 – это количество губкинцев, принявших участие в масштабном флешмобе в поддержку президента России Владимира Путина и военных, участвующих в спецоперации на Украине. На площади воинской славы горожане выстроились в символ российского рубля. Напомним, ранее Владимир Путин ввел для некоторых недружественных стран оплату газа в российских рублях. Поддержать решение президента решили губкинцы. Днем ранее в своем телеграм-канале главу государства поддержал Андрей Гаранин. На площади воинской славы собираются горожане. Кто-то в синим, кто-то в голубом. Здесь организовали флешмоб в поддержку президента. В непростые времена наш народ всегда объединяется. И вот эта ситуация с военной операцией, которая у некоторых вызывает определенное негативное настроение, она тоже нас всех чрезвычайно сблизила. Мне кажется, мы даже общаться стали больше. И каждый пытается сегодня поддержать ближнего, и в том числе даже добрым словом, и неравнодушным отношением. А это пример неравнодушного отношения к ситуации. Мы безмерно россияне любим нашу страну, и мы целиком и полностью поддерживаем нашего президента. Мы все выражаем свою поддержку президенту разным его решением. И в том числе, конечно, решению, чтобы недружественные страны оплачивали газ нашим российским рублем. Поэтому мы все здесь и надеемся, что, возможно, город Губкинский даст начало таким акциям в поддержку именно этого решения президента. Газорубль самый сильный. Символ российского рубля. Именно в такой знак выстраивались губкинцы. Напомним, ранее Владимир Путин ввел для некоторых стран оплату газа в российских рублях. По словам президента, повод заявления от США и Европы, которые объявили дефолт по всем своим обязательствам перед Россией. По мнению президента, страны Запада подорвали доверие к своей валюте. Для нашей страны в это время это очень важно. Мы должны поддержать и президента, и нашу всю страну, наш русский народ, для того, чтобы весь мир увидел, что мы за нашего президента. Стоя на земле, непонятно, сверху красиво. Всего за несколько минут губкинцы в сине-голубом цвете смогли выстроиться в символ российского рубля. Часть горожан вышла с поддержкой. Более 250 человек на момент фиксации было здесь на площади. Мы солидарны с нашим президентом. Дата недели – 12 апреля, День космонавтики. К этой дате в местном отделении партии «Единая Россия» приурочили ряд мероприятий. Одно из них – конкурс творческих работ «Космос глазами детей». Участвовали малыши Губкинского. Вот мое большое солнце. Там была планета, земля и Веркурий. Там был огромный шанс и юбидик. Там никто их не видел давно. На выставке почти 100 работ. Как выбрать лучшую? Каждая уникальна. Хорошие работы все. Но я две работы выбрал для себя. И обязательно подготовлю призы ребятам. Одну коллективную, 12-й группы детского садика. И одну. Артем там, 7-летний, делал с подсветкой. Шикарную ракету. Наше губкинское отделение партии «Единая Россияна» очень активное. Работаем во всех направлениях. В том числе в направлениях развития детей. Вот сейчас устроили выставку, посвященную Дню космонавтов. Очень много детей принесли в своей работе. И, конечно, мы решили, что всех надо обязательно поощрить. Авторам лучших работ вручили подарки, сладости и наборы для творчества. Сладкий стол организовали и для ребят постарше. Ко дню космонавтики в местное отделение партии пригласили учеников седьмой школы. Им рассказали о космосе, провели викторину и показали фильм. Космос всегда привлекал внимание людей. Он манил своей глубиной и загадочностью. В советское время многие мальчишки мечтали стать космонавтами. Сейчас страсти к этой профессии поутихли. Но она, как и прежде, очень востребована в науке. А знаете, что нужно, чтобы стать космонавтом? Кроме идеального здоровья, хорошей физической формы, необходимо иметь острый ум, хорошую память и логическое мышление. Кроме того, есть определенные ограничения по возрасту, росту и весу. Все правильно. Это не развлечение, а серьезная работа. Примерно раз в три года Роскосмос объявляет набор в отряд космонавтов. Чтобы стать кандидатом в отряд, необходимо соответствовать целому списку требований. По образованию. Оно должно быть высшим по инженерным, научным или летным специальностям с опытом работы не менее трех лет. Знанию английского языка, физической подготовки, медицинским показателям, морально-психологическим качествам. Космонавтами Роскосмоса могут стать только граждане России. Что касается уровня физической подготовки, то космические нормативы частично сопоставимы с нормативами ГТО для возрастной группы от 18 до 29 лет. Кандидатам нужно продемонстрировать выносливость, силу, скорость, ловкость и координацию. Самые жесткие требования выдвигаются к здоровью потенциальных космонавтов. Требований к темпераменту нет, но медики считают, что для долгосрочных миссий не подойдут меланхолики и ярко выраженные холерики. Космос не любит крайностей. Одно из основных требований к будущим космонавтам – это сильная мотивация. Из сотен заявок межведомственная комиссия Роскосмоса обычно отбирает около десятка кандидатов. После прохождения курса общекосмической подготовки, а это два года, кандидаты могут сдать вступительные экзамены на зачисления в отряд космонавтов. Успешное зачисление означает получение должности космонавт-испытатель или космонавт-исследователь, то есть космонавтами официально становятся до космического полета. За ними последует два года тренировок в группах, а это еще около 150 экзаменов, тестов и зачетов. И если кандидата назначат в экипаж, еще от 18 до 24 месяцев уйдет на подготовку к первому полету по конкретной программе. После дополнительных экзаменов можно получить повышение до инструктора. Инструкторы-космонавты могут не только готовиться к полету, но и готовить других. На следующий уровень космонавт может перейти только после космического полета. Если экспедиция на орбиту прошла успешно, то космонавта награждают почетным званием летчика-космонавта. Но это звание подобно государственной награде. В трудовой книжке у него по-прежнему будет написано «космонавт-испытатель» или «космонавт-исследователь». Зато полеты дают возможность набирать профессиональные классы. Один полет в космос дает третий класс, второй полет – второй класс, и, наконец, третий – первый класс. Так что если встретите первоклассного космонавта, знайте, что он совершил не менее трех экспедиций в космос. Иностранные члены экипажа не получают должность космонавта, даже если летят на российских кораблях. Названия и должности принимаются в их родной стране. Космические же туристы называются участниками космического полета. Воплощение в жизнь самых космических идей желаем вам. А на сегодня все. До встречи в программе «Неделя в городе». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова